Добрый день, дорогие партнеры! Мы продолжаем с вами говорить о торговых марках компании Choice и сегодня мы с вами поговорим о нашем косметическом бренде White Mandarin. Прежде чем точно быть уверенным, что косметические средства, которыми мы с вами пользуемся, окажут нужное действие, нам нужно обязательно понимать строение и функциональные особенности кожи и волос. Наши волосы состоят на 97% из протеина под названием кератин, покрытая неводно-липидной пленочкой. Водно-липидная пленка предотвращает от высыхания эпидермиса, а также защищает кожу головы от ультрафиолетовых лучей. Также придает волосам блеск и красоту, смягчает волосы, предохраняет от высыхания. Верхний слой нашей кожи эпидермис состоит из роговых чешуек, которые тоже состоят из кератина, связанный между собой особым таким коктейлем из аминокислот и липидов. Сверху эпидермис также покрыт водно-липидной мантией, которая вырабатывает сальные и потовые железы. Более глубокий слой кожи дерма обеспечивает механические свойства кожи, ее упругость, эластичность и прочность. Эту упругость обеспечивают два основных структурных белка – коллаген и эластин, а также мукополисахарид, гиалуроновая кислота. В нашей дерме расположены специальные клетки фибробласты, которые находятся на уровне дерми, отвечают за биосинтез коллагеновых и эластиновых волокон, а также гиалуроновой кислоты и подобных ей компонентов. Дерму пронизывают сети лимфатических и кровеносных сосудов, по которым питательные вещества поступают к клеткам кожи, а также удаляют продукты метаболизма кожи. Что же нужно коже и волосам, чтобы надолго сохранить свое здоровье и оставаться молодым и здоровым? Во-первых, обеспечить биосинтез кожных протеинов, коллагена и эластина. Кожей волосам необходимо дать строительный материал, комплекс аминокислот, которые дадут возможность вовремя обновляться этим основным кожным протеином – коллаген, эластин и кератин. Во-вторых, в состав косметических средств должны входить антиоксиданты, липиды, увлажнители, которые помогут коже и волосам обеспечивать их защитную функцию, предохранять от потери влаги и обеспечить адекватную защиту от ультрафиолетового излучения и других внешних раздражителей. Другими словами, помочь коже обеспечить ее защитную функцию. В-третьих, кожа нуждается в веществах, которые обеспечат хорошее кровообращение, здоровье сосудов и капилляров. Чтобы необходимые питательные вещества поступали к клеткам, при том, волосы в хорошем кровообращении нуждаются более всего, так как именно в волосяных фолликулах самый активный обмен веществ, который обеспечит сам рост волос. Каким же образом все эти задачи решаются в косметических средствах торговой марки White Mandarin? Очень важно понимать, что биологически активные вещества, витамины, минералы, аминокислоты могут действовать лишь при достижении достаточно высоких концентраций. Исключением могут быть лишь антиоксиданты, которые достаточно активны и при низких концентрациях. В шампунях это прежде всего поверхностно-активные вещества, которые оказывают прежде всего очищающие функции, то есть расщепляют жир и грязь и помогают смыть с кожи и волос. В шампунях торговой марки White Mandarin мы используем комплекс поверхностно-активных веществ из масел и аминокислот. Это пав из кокосового масла, оливкового, миндального, масла бабасу, а также из аминокислот саркозина и глютаминовой кислоты. Другие источники, которые мы используем в наших средствах по уходу за волосами, это наш эксклюзивный ингредиент, экстракты пророщенных зерен пятизлаков, ржаной солод, гидролизаты пшеницы, риса, шелка и кератина. Защитную функцию в наших средствах для волос выполняют антиоксиданты. Это настойки, гвоздики, розмарина, ладана, корицы, экстракт дикого колгана. Испанские исследователи обнаружили, что одним из самых лучших естественных антиоксидантов является гвоздика. Из пяти пряностей, протестированных на антиоксидантное свойство, гвоздика показала самую высокую способность снижения процесса в окислении липидов и оказалась лучшим восстановителем окисленных соединений. Кстати, из этих пряностей, которые исследовали три, мы используем в наших средствах для волос. Это настойки, гвоздики, шалфея и розмарина. Дикий колган по своей антиоксидантной активности в 30 раз сильнее, чем красное вино. Для кровообращения в наших средствах для волос мы используем эфирные масла. Эфирные масла цитрусовых, розмарина, можжевельника, корицы, герани. Именно эти масла наиболее эффективно улучшают кровообращение. Для восстановления водно-липидной мантии в средство для волос входит ценное масло. Это прежде всего водорастворимое масло, макадамия, авокадо, масло сезама, ши, таману, репейное, риса, горчичное, масло зародыша пшеницы. Давайте с вами перейдем к нашим средствам по уходу за лицом и телом. Биосинтез основных кожных протеинов, кератина, коллагена и эластина, в наших средствах для лица и тела обеспечивают следующие гидролизаты. Экстракты пророщенных зерен пятизлаков, пшеница, овес, кукуруза, ячмень, рожь, гидролизат протеинов гороха, протеинов фасоли, протеинов сои, гидролизаты протеинов рисовых отрубей, гидролизат шелка, аминотин и аминопептид. Антиоксиданты так называемые молекулы молодости и красоты. Их присутствие в косметических средствах это гарантия стойкого омолаживающего эффекта и минимизации возрастных изменений. Для меня наличие или отсутствие антиоксиданта в косметических средствах является лакмусовой бумажкой, определяющей качество косметического продукта на рынке. В нашей торговой марке мы используем антиоксиданты бестселлеры, самые мощные представители этой группы веществ, эффективность которых доказана многочисленными клиническими исследованиями. Q10 яркий представитель антиоксидантов в косметических средствах. Эксперименты показали защитное свойство Q10 в кератиноцитах, основных клетках эпидермиса. Q10 защищает клеточную мембрану и ДНК клеток. Также он стимулирует рост фибробластов, особенно клеток соединительных тканей, благодаря чему увеличивается плотность коллагена, эластичность, упругость и тургор кожи. Он значительно снижает выработку меланина, тем самым предупреждая появление пигментных пятен. Следующий яркий представитель антиоксидантов это экстракт коры приморской сосны. Антиоксидантное свойство экстракта сосны в 50 раз сильнее, чем у витамина Е и в 20 раз сильнее, чем у витамина С. Экстракт увеличивает производство гиалуроновой кислоты и тем самым повышает естественный уровень гидродации кожи, затормаживает процесс старения клеток и увеличивает производство коллагеновых волокон. Таким образом восстанавливается эластичность, гибкость и прочность соединительной ткани, повышается эластичность кожи. Способствует регенерации кожи, подавляет воспаление, улучшает биосинтез кожных протеинов, улучшает циркуляцию крови, укрепляет кожные капилляры, имеет эффективное антистрессовое действие. Также мы используем природные формы витамина С, Е, бета-каротин, рутин, гамма-аризонол, экстракты чая мачо, пенолумин и другие антиоксиданты. Понимая важность антиоксидантов, мы дополнительно ввели в нашу линейку антиоксидантный крем для лица. В его состав входят различные виды мощных растительных антиоксидантов, Q10 и биологически активные соединения под названием полифенолов, такие как биофлавоноиды, фенолы, кахетины, антоцианы, стильбины, танины, ресворотрол, пикногенол и прочее. Это обусловлено прежде всего тем, что различные комбинации антиоксидантов обеспечат более эффективную защиту, по сравнению даже с большими дозировками какого-то отдельного антиоксиданта. Антиоксиданты, как правило, обладают очень узким диапазоном действия и воздействуют только на отдельные виды свободных радикалов. Именно поэтому в природе существует большое количество антиоксидантов, которые вместе могут обеспечить наиболее комплексную защиту. Нужно всегда помнить, что антиоксиданты не накапливаются в коже, а постоянно расходуются, поэтому средства с ними в составе нужно применять постоянно. Для улучшения кровообращения в наши средства по уходу за лицом и телом входят следующие вещества. Природная форма витамина К, витамин ПП, рутин чая, экстракты иглицы, лаклицы, руты, сафоры, центеллы, каштана, женьшеня, а также эфирные масла. Они активно воздействуют на сосуды, укрепляют их стенки, уменьшают проницаемость сосудов и капилляров, улучшают микроциркуляцию, уменьшают отечность. Таким образом снижается реактивность кожи, уменьшается чувствительность к внешним факторам. Отдельно хочу затронуть такую группу важных веществ в косметических средствах, как увлажнители. В базовом уходе в серии пептидные увлажняющие, которые предназначены для ежедневного ухода, мы не включили такой популярный увлажнитель, как гиалуроновая кислота. Почему? Во-первых, мы ввели в наши составы вещества, которые способны увеличить естественный синтез гиалуроновой кислоты. Во-вторых, в наши составы включены достойные конкуренты гиалуроновой кислоты по влагоудерживающей способности. Это так называемые биологические полимеры с высоким содержанием полисахаридов. К ним относятся коньяк, монан, экстракт плодов рожкового дерева, хитозан. Так, например, одна молекула хитозана способна связать до 600 молекул воды. Также очень важно помнить, что нашим клеткам необходимо большое количество питательных веществ. Это и витамины, и минералы, и другие полезные вещества. Синтез коллагена – это сложный ферментативный многостадинный процесс, который должен быть обеспечен достаточным количеством витаминов и минеральных элементов. Поэтому в нашу линейку для лица и тела входит более 90 растительных экстрактов, более 30 разнообразных экзотических масел, экстракт пророщенных зерен, мед и сок нони, которые обеспечивают достаточное поступление разнообразных витаминов и минеральных веществ, благодаря чему поддерживается на должном уровне естественный биосинтез основных структурных белков кожи – кератина, коллагена и эластина. Сейчас на примере одного из наших средств мы с вами увидим, каким образом реализовываются все эти принципы в одном продукте. Пептивный дневной крем – активная регенерация. Мы позиционируем его как активная косметика с выраженным регенерирующим, глубоким увлажняющим и подтягивающим действием. Для кого? Прежде всего это антивозрастной уход. Некоторые считают этот возраст 23 года, когда постепенно начинает снижаться уровень экстрагена в организме женщины. Но после 30 это точно необходимо. Также этот крем будет эффективен для тех, кто длительно пребывает в стрессовых ситуациях, замедленный обмен веществ в организме по разным причинам, расстройство гормональной и эндокринных систем. Итак, следующее – это дневной крем. Дневной крем должен усилить защитную функцию кожи, чтобы она могла справиться с солнцем, ветром, морозом, городской пылью и другими токсическими загрязнениями. Одновременно он должен идеально увлажнять эпидермис, так как именно днем дерма теряет максимум влаги. Благодаря каким ингредиентам крем защищает нашу кожу от ультрафиолета? Прежде всего это диоксид титана. Это физический фильтр, который не проникает в кожу, а остается на поверхности кожи и работает как экран, то есть отражает ультрафиолетовые лучи. Второй ингредиент – это гамма-аризанол. Это очень популярный и эффективный ингредиент, который поглощает ультрафиолетовые лучи как А, так и Б. Также оливковое масло и масло манго обеспечивают средний уровень защиты SPF 2.8. Антиоксиданты, экстракт коры приморской сосны, полифенолы винограда, гамма-аризанол, экстракт мальвы защищают клеточную мембрану и ДНК клетки от разрешительного воздействия свободных радикалов, вызванных ультрафиолетом. Также повышают эластичность кожи. Глубокое увлажнение обеспечивают такие ингредиенты, как хитозан, экстракт плодов рожкового дерева и специальный сертифицированный экосерфтом растительный заменитель силикона из масел и воска. Биологические полимеры образуют полимерную сетку, которая связывает воду и не дает ей испаряться. Также способствует восстановлению естественного увлажняющего фактора. Наш крем не просто дневной, но и пептидный, с выраженными регенерирующими свойствами. Экстракты пророщенных зерен пятизлаков – уникальный ингредиент, который используется только в косметических средствах торговой марки «Вайт Мандарин». Богат на пептиды и свободные иминокислоты, антиоксиданты, фитогормоны, витамины, минеральные вещества, которые благодаря сохранению тесных органических соединений обладают превосходной биодоступностью и доставляют ценные для кожи вещества. Аминопептид – это гексапептид, который получен пептидным делением молекулы эластина. Оказывает выраженное стимулирующее действие на синтез фибробластов, которые повышают эластичность кожи. На регенерацию, обновление клеток кожи большое влияние оказывают природные биостимуляторы. В наших средствах – это растительные экстракты, содержащие фитоэкстрогены. В дневном пептидном креме – это экстракты солодки, шишки хмеля, клевера, полифенолы винограда. Источниками полноценного питания для нашей кожи в нашем креме выполняют два уникальных ингредиента. О первом мы с вами говорили – это экстракты, пророщенные из зерен пятизлаков и сок ноги, источник антиоксидантов и более 140 полезных активных веществ. Подведя итоги, существует два разных пути в создании косметических средств. Первый путь – это составление рецептуры, которая способна создать иллюзию эффекта. Достигается такая иллюзия благодаря химическим элементам, которые отвечают за сенсорику, приятные ощущения и моментальный визуальный эффект. Ежегодно большая часть новинок, которые презентуются компаниями-разработчиками, представлены именно химическими эмолентами, которые отвечают за сенсорику. Почему? Потому что именно такие вещества пользуются большим спросом у производителей косметики. Второй путь, как вы поняли, это наш путь – это создание натуральных рецептур и поиск активных компонентов, которые могут оказать нужное действие. Еще в 2010 году мы осознанно пришли к тому, что в наших косметических средствах мы не будем использовать вредные химические вещества для здоровья и кожи. Это прежде всего уже нашумевшие СЛС, слез, минеральные масла и другие продукты нефтехимической переработки, эмоленты и увлажнители из ПЭК, силиконы, парабены, формальдегид, фталаты, синтетические одушки и синтетические красители, которые могут обладать канцерогенными и мутагенными свойствами и вызвать нежелательное изменение в клетках кожи. Статья Самюэля Эпштейна, профессора института рака, открыла нам глаза на вредные и опасные ингредиенты в косметических средствах. По его мнению, более 80% причин онкологии служит именно наличие опасных канцерогенных веществ в косметических средствах, в средствах бытовой химии и лекарствах. Другая важная задача – это эффективность косметических средств. Для нас было крайне важно найти лучших профессионалов в косметической отрасли, чтобы наши средства оказывали нужное действие и были эффективными. Институт биохимии, институт ботаники, кафедра фармакологии университета Богомольца, кафедра биохимии университета Шевченко – такой был наш путь. Мы гордимся нашими разработчиками – это лучшие представители своей отрасли, обладающие богатым опытом и особым чутьем в создании новых рецептур. Во-первых, настоящий лидер мнения среди профессионалов косметической отрасли – химик-технолог, более 40 лет опыта в разработке косметических средств Нина Николаевна Синозацкая. Во-вторых, доктор медицинских наук, врач-дерматолог, старший научный сотрудник кафедры биохимии университета Шевченко – Верещаков Владимир Валентинович. Друзья, в бьюти-индустрии есть свои особенности. Это поведенческая модель клиентов, которые достаточно часто меняют бренды. На нашем рынке, конечно же, есть достаточно хорошие, достойные производители натуральной косметики с хорошими продуктами. Однако, большая часть – это те, кто под вывеской «натуральность» и на волне тренда натуральности предлагают достаточно слабые составы. Я также понимаю, что не все из нас могут дать этим составам профессиональную оценку. Поэтому хочу всех вас вдохновить использовать нашу линейку косметических средств White Mandarin, чтобы в долгосрочной перспективе точно получить желаемый результат.